Здравствуйте! Следующий урок — отложенные функции. Отложенные функции — это технология, позволяющая задавать, например, заголовок страницы, пункты навигационной цепочки, CSS стиля, дополнительные кнопки в панели управления и так далее с помощью функций, используемых непосредственно в теле страницы. Соответствующие результаты работы этих функций выводятся выше по коду, чем они были заданы. Например, установка заголовка на странице происходит в теле страницы, а отображение выше по коду, в самом шаблоне. Рассмотрим алгоритм работы данной технологии. Любой исходящий поток из PHP скрипта буферизуется, то есть HTML не сразу передается в браузер, а предварительно собирается в строку. Когда в коде встречается отложенная функция, например, showTitle, то в буфере с HTML ставится метка. Само значение будет установлено далее по коду функции setTitle. Все вызовы функции setTitle, будь то вызовы в компоненте или на странице, сохраняются в отдельном буфере. И в конце формирования страницы системой собирается итоговая HTML, и в метку title будет установлено последнее значение. Помимо использования стандартных отложенных функций, можно создавать свои собственные отложенные функции. Для этого есть специальная API addBufferContent. Из компонента можно выводить HTML в любое место страницы. Например, если компонент используется в теле страницы, мы можем передать HTML в хедер. Для этого есть специальные методы setViewTarget, endViewTarget и showViewContent. Также с помощью события onEpilog можно проанализировать итогу HTML и при необходимости модифицировать его, прежде чем страница будет передана в браузер. Например, так работает антивирус. Он анализирует, нет ли вредоносного JavaScript, и если таковой присутствует, то вырезает. Рассмотрим пример реализации возможности вывода HTML из компонента, лежащего на странице, в хедер. Вернемся к новостям. Откроем вертку news.html. И мы помним, что договорились использовать дату новости в хедер. Давайте посмотрим, где она используется в верстке. Она идет сразу после тега h1. Давайте откроем шаблон внутренних страниц. Вот тег h1, после которого нам необходимо вводить дату новости. Давайте воспользуемся здесь методом showViewContent. Параметр которого передается наименование метки. Наименование произвольное. Мы будем использовать ее в дальнейших функциях. Назовем метку news.detail.date. И теперь перейдем в шаблон детальной страницы новости. Он располагается в дефолтном шаблоне сайта, в шаблоне комплексного компонента новости. News.detail. Здесь нам необходимо вывести дату новости. Воспользуемся первым методом. Это setViewTarget. В него передается наименование метки, которое мы использовали в хедер. Далее воспользуемся вторым методом. Это endViewTarget. Все, что идет между этими методами, соответственно, сохраняется в буфер и передается в хедер в нашем случае. Давайте откроем верстку news.html. Мы видим, что дата используется в таком спане с классом mainDate. Давайте скопируем его и вставим шаблон. Сюда будем выводить дату новости. Воспользуемся активностью элемента displayActiveFrom и посмотрим, что получилось. Итак, мы видим, что дата появилась в хедере. Давайте обновим кэш и страницу с использованием кэша. Мы видим, что функция поддерживает механизм кэширования, и даже если есть актуальный кэш, то функция выполняется. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...